Подружки, привет! Во-первых, всех с наступившим Новым Годом! Желаю вам в этом году много-много позитива и отличной косметики. И как раз по этому поводу я вам сейчас расскажу про косметику, которая впечатлила меня в прошлом декабре. Итак, во-первых, я начну с теней. Самые-самые классные тени – это Essence. Оттенок 06, видите, оно всё стёрлась, поэтому не могу сказать ничего больше. Это такой средне-коричневый цвет. Они довольно сильно пигментированные, поэтому если взять чуть-чуть, то можно создать эффект тени лёгкой на веке. И так далее. Можно цвет делать темнее, темнее, темнее. Они прекрасно растушевывают и держатся весь день. Вот лучшие тени коричневые, которые у меня когда-либо были. Так что обратите внимание. Следующий – это Catrice, какая-то, видимо, новая фирма, потому что даже не знаю, кто это. Оттенок называется 510 In Love With Hulk. Они такие зелёные, но на самом деле они не такие ядерные, как, кажется, в упаковке. То есть просто приятный такой переливающийся зелёный цвет. Если у вас скорее глаза, это отличные тени, просто идеальные. Ношу их почти каждый день, потому что они подчёркивают коричневый цвет глаз. В общем, очень-очень прикольно. Но при этом они не слишком зелёные. То есть вы не будете выглядеть, как продавщица с рынка. Это нормальный, хороший, такой носительный зелёный цвет. Так, следующее у нас – продукты для губ. Начнём с карандаша для губ. Это Art Deco коллекция Tiff & Fonties оттенок 10. Это тёмно-красный карандаш. И это лучший карандаш для губ, который я когда-либо пробовала. Лучший, абсолютно. Особенно красный. Он очень хорошо наносится в один слой. То есть он очень пигментированный. И он очень хорошо держится. Просто потрясающе. Его стереть возможно только вечером. Там просто драй губы, чем только возможно. То есть еда, поцелуи, всё что угодно. Вот этот карандаш, если вы нанесёте целиком на губы, без помады, он будет держаться весь день. Следующая помада – это Revlon оттенок 440 Cherries in the Snow. Это оттенок, который был выпущен ещё в 1953 году. И вот до сих пор Revlon его выпускает. И я могу понять, почему. Это самый потрясающий оттенок красного, который я когда-либо видела. Он красный с очень сильным мариновым пигментом. То есть он очень-очень холодный. И вот для девушек, как я, тёмные волосы, ну в общем яркая внешность, там тёмные глаза, тёмные волосы, это смотрится просто убойно. То есть для типажа зима, которым идёт холодные и яркие цвета, вот это идеальная красная помада. То есть она смотрится сочной и держится отлично, не растекается. Просто вот находка абсолютная. Так что очень рекомендую. Так, теперь лаки для ногтей. Во-первых, Maybelline Colorama оттенок 16. Это перламутровый, тёмно-красный цвет. Он отлично держится. Но главное, он просто очень красиво смотрится. Больше ничего не могу сказать. Следующий лак – это Pupa. К сожалению, оттенок я на нём не смогла найти. Но это тёмно-фиолетовый, такой сливовый. Мне кажется, он у них один такой во всей линейке. Тоже очень хорошо держится. Ну и дело в том, что, в принципе, зимой я часто ношу очень тёмные бомады, тёмные лаки. И вот это как раз оно. Он очень тёмный и очень хорошо держится. Почти неделю. Так, теперь уходовая косметика. Я начну с бальзама для губ от Natura. Из 36,6. Это шоколад. Он на самом деле на вкус как какао. Очень вкусный, очень сладкий. К нему не липнут волосы. Он очень-очень увлажняет губы. Прекрасно смотрится. То есть, замечательно. Я не очень люблю бальзама для губ. Но вот видите, сколько я уже... Я, наверное, больше половины зарасходовала за этот месяц. В общем, прекрасная вещь. Так, следующая у нас будет маска для лица. Это Organic Shop Organic Algae & Mud. Грязевая маска для лица, в общем, называется. Но я сразу хочу предупредить. У меня комбинированная кожа, и поэтому мне нужно очищение круглый год. Если у вас кожа сухая, то зимой это не подойдёт. Потому что эта маска очищает. Убирает чёрные точки, подсушивает прыщики. Вот с этим она справляется потрясающе. Раз в неделю очень рекомендую. Ещё кое-что, от чего я просто в восторге. Дело в том, что мы с молодым человеком очень любим лаж. Потому что они делают офигенные вещи для ванны. И если бомбочки их немножко уже приелись, то вот у меня этого нет, я не могу вам показать. Могу показать только бумажку, которая с ним шла. Это масло для ванны Mango. Оно обычное квадратное бело-рыжее маслице. И оно просто волшебное. Оно тает в ванной, и после него кожа такая мягкая, такая приятная, просто кайф. И оно пахнет так душисто. В общем, очень советую. Так, и напоследок кое-что для волос. Во-первых, профессиональная маска Шварцкоп Бонаккио Hair Therapy. Вот такая красненькая. Она просто огромная, её очень надолго хватает. И после неё волосы очень мягкие, очень шелковистые. То есть зимой, если они у вас сохнут, как у меня, то вот очень рекомендую. Ещё, чем я спасаю свои волосы в зимний сезон, это кокосовое масло. Я обычно прошу друзей, которые едут в южные страны, привезти мне бутылочку, потому что оно прекрасно питает и увлажняет волосы. Наносите его как минимум на полчаса, лучше часа на два, просто на волосы. И всё. Потом смываете, и всё отлично. В принципе, любое масло подойдёт. Оливковое масло, шею, любое, до которого вы можете добраться, наносите на волосы, и волосы скажут вам большое спасибо. И самая последняя штука, но она просто потрясающая. Это называется Irish Curler от Panasonic. И она выглядит вот так. Подарок от моего френда для того, чтобы не завивать мои крохотные реснички. Вы его включаете, и с другой стороны есть индикатор. Когда он становится розовым, вы просто их прочёсываете пару раз. И они потрясающе завиваются. На самом деле, я не ждала такого эффекта, потому что у меня ресницы, в принципе, прямые. Но когда они завиваются, такое ощущение, что ресницы ещё длиннее. В общем, вот так вот выглядит упаковка. Я очень вам советую. Просто чудесная вещь. Ресницы прямо как накладные становятся. И это всё, что впечатлило меня в декабре. Но Санта был очень добрый ко мне, и принёс мне очень-очень много косметики, о которых я, соответственно, вам расскажу через месяц. В моей любимой косметике января. Так что, stay tuned. Смотрите мои видео, оставляйте комментарии. Может быть, вы пользуетесь чем-то из того, что я сказала. Может быть, вы по рекомендации это купите и попробуете, и вам понравится. И я очень надеюсь, что вам это поможет. Так что, спасибо за просмотр. Ещё раз с Новым Годом!